Всем привет! У нас... Мы придумали челлендж. Мы будем каждый день посещать новый какой-нибудь водоем. Почему это челлендж? Казалось бы, прийти на водоем и искупаться. А все дело в том, что мы не знаем, какие там подходы, подлазы, подъезды. Это практически каждый новый водоем нашей области. Самое главное, мы не знаем, какие ли чистые приедем, обсыпанные или не обсыпанные. Это эксперименты из своей кожи, скин-эксперименты. Да. А еще это все делается перед рабочим днем. А не после рабочей ночи. Хей-хей! Мы на водоеме. Не в чужой ванной. Влазь! Доброе утро! Доброе утро! У нас второе место на Солнечном. К нам присоединился третий участник. Представляем. Помойся утром. И не где-нибудь, а в новом месте. Но водоем пока один и тот же остается. Это река Днепр. Привет-привет! Челлендж продолжается. Третье место. Третье место. Погода усугубляется. Мы прямо похожи на моржов. Смотрите. Моржов моржами. Как мы с моржами. Продолжение следует... Привет-привет. Привет-привет. У нас четвертый день. Привет-привет. Давай вместе. Привет-привет. У нас четвертый день. Четвертый. Мы приехали сюда. И тут так интересно. Тут самый лучший пляж за последнее время. Самый лучший. Какие вместе? Ты говоришь лучше, а я говорю манулись. Манулись! Килатричный, манулись! Тут петунии растут в больших бочках. Тут урны в виде бочек скопанных в землю. И в них сейчас вкладывают люди мусорные пакеты. Я такого еще не видела. Тут ногомойка есть в виде тропинка в виде деревянной деревни. А еще я убрал для ноги. Да, сегодня прохладно. Сегодня воду налили в небо. Представляете, такого еще нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет-привет! Сегодня пятый день. Пятый день нашего челленджа. И сегодня самый челленджовый заезд у нас был на велосипедах. Мы приехали на озеро, и тут тишина. Тишина. У нас необычный заплыв. Это Новокайдарский водоем. Испробуем же эту прелесть. Хей-хей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет-привет! Сегодня у нас шестой пляж, и он очень необычный. Тут проходит трасса, и там небольшой кусочек песка, где мы будем, собственно говоря, находиться. Сейчас нам надо спуститься туда. Пляж под названием Рыбальский. Под Самарским мостом. Губили Гитлера с хвостом. Закрываем. Мы дошли до водоема и готовы у него заходить. Вода очень теплая, хорошая. Вода теплая. Жабки дают о себе знать. Все хотят нервы и наши важные частности. Мы готовимся к заплыву. Ура! Привет-привет! Сегодня седьмой день. Воскресенье. А раз в воскресенье, то челлендж усложняется. И сегодня мы не в городе. Мы за пределами города. И мы на другой речке. Приехали на велосипедах. Мы совершенно на другой речке. Это речка под удивительным названием Са-Ма-Ра. Вода с совершенно другого вкусу. Я случайно попробовала. Она действительно соленая. То есть эта старая речка уже мельчает. И у нее вкус другой. Она солоноватый. Не поливайте свои огороды водой из реки Самары. Они превратятся в Са-Манчики. А уксус на шару. Сладкий. Привет. Сегодня восьмой день. И снова сложность меняется. Теперь мы ходим по вечерам. Мы ходим не только вечером, а и утром, и вечером. И новый запах в новом месте. Как всегда. Добавить нечего. Привет. Сегодня очередной новый водоем. Расположен недалеко от ТЭС. Очень интересное место. Пока ехали, такое ощущение, что жизни нигде нет. Мы приехали сюда. Тут щебет и миски. Примечательный рассказ сейчас. Мы на пляже имени Приднепровского. Поехали. Поехали. Привет. Привет. Сегодня очень много людей на пляже, на которые мы приехали. А еще это индустриальный район. Вышеиндустриальный. Ну, состав, кроме индустрии. И есть такой специфический заврушок паленой резины или чего-то такого технического. Очень интересное. И озеро называется историческим. Такое. Поехали. 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 Подписывайтесь на наш тип. Примой, Вренали. Привет. Сегодня заключительное посещение нашего челленджа, и тут совершенно не челлендж. Это какой-то супер белый песок, супер интересный устроенный пляж. И, естественно, он сладкий, и впечатление такое странное. Я как будто в плане на пляже. Это не челлендж. Я подходила на пляже. Наверное, все-таки челлендж, потому что меня тут разморило, а там меня бодрило. Да, согласен. Ну что ж, вперед, пусть. Привет, привет. Итак, наш челлендж завершился. Наш челлендж состоял в посещении 10 мест различных купаний в черте города Днепра. Они были обусловлены 30-минутным добиранием на транспорте или час на велосипеде. Что ты мне улыбаешься? В ЗАГС? Завтра в ЗАГС. Мы посетили 10 мест. Два места мы сознательно не посещали. Это Красный Камень карьер и Старые Кадаки карьер. То есть для нас уже это привычные были места. Мы посетили непривычные места. Был пляж на Монастырском острове, Приднепровский пляж. На Солнечном пляж. Мы заехали даже в Бартоломео. Платный пляж. Но это все благодаря гордежке. Мануйлевский пляж. У нас Самарский был. Под Самарским мостом рыбацкое место. Ну там песчаное место. Котлован в Приднепровске озеро. Коса на Победе. На Фрунзенском пляж. И Новокайдакское озеро. Это западный район. Ленинский район. И район Новокайдакский. Меня впечатлило количество мест купания. И такого легкого викенда в Днепре. Реально поразило 10 мест, не выезжая из города. Зелень. В смысле зелень. Зеленые посадки. Песчаные пляжики. И речка. Для города это красота, красота прям. Какие твои впечатления? Мои впечатления такие. На пляже. На Вакадаксском озере. На Вакадаксском озере. Мне понравилось то, что это просто кусочек природы. И было приятно гонять мальков. И наблюдать за ними. То есть мальки живут своей какой-то жизнью. У них есть какие-то свои толпы. Они как-то между собой соединяются. Они как-то разбегаются. Очень интересное их движение было наблюдать. Но это был вообще идеальный кусок природы. Который даже трудно назвать в принципе пляжем. В полной его мере. Что касается остальных пляжей. То принципы их практически одинаковые. Это обязательно кусочек реки. Кусочек песка. Плебейские развлечения. Ну, наверное правильно сказать. Что место, где можно приобрести напитки. То есть бар и музыка на некоторых пляжах. Так вот, чем отличались пляжи, которые вот такие простые, от, например, пляжей Бартоломео. Всего лишь деталями. Если в Бартоломео лаунже музыка, которая вам не будет мешать, а может даже будет усыплять, честное слово. У меня там даже немножко начало кумарить. То на более диких пляжах, типа на Кассе, на Победе, там такая громкая музыка уже. Палатки более простые. Такие стихийные. Гордею, например, не понравились они. Но чем мне понравилось на всех пляжах, это живое дыхание жизни. Приходят семьи, приходят бабушки, мамы от мала до велика копошатся, кушают, общаются, резвятся в воде. По-своему, по-всякому, по-разному. И за этим приятно наблюдать, в этом приятно находиться, жариться на солнышке и пребывать в таком вот кипище, копошне. Согласен. И добавлю. Реально, такое количество мест для купания — это богатство для города. А может даже и не для города. Берегите свою мать. Призываю беречь эти места. И бережливость можно выразить в том, что хотя бы убирать за собой. У нас всё. Всё. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока.